Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами виноградарство легко и доступно. Сегодня поговорим о такой интересной проблеме, которую мы обнаружили на своем участке. Вдруг резко начали увидеть молодые побеги на винограде. Ну, чтобы не быть голословной, я вам просто ставлю картинку, как это выглядело. Вот как все повисло, прям как ушки. И гроздочки повисли, и листики повисли, все повисло. Вот, вот. Внизу оно еще нормальное, а уже повыше. А там все плохо. Первоначально, когда я увидела проблему, я все это сняла на телефон. И здесь, конечно, не передана вся трагедия того, что было видно глазом. Потому что, ну, в реальности это все выглядело гораздо хуже. Повторю, там, и гроздочки совсем вот прям такие были вяленькие, и листики вяленькие. Все было очень вяленькое. Так, смотрите, с предыдущей съемки прошли сутки. Конечно, ситуация лучше на кусте. Ну, все же, вот, первые побеги неплохо. А здесь, ну, идет подведание, да, не такое сильное, как вчера. Но, тем не менее, оно есть вот по гроздочкам, очень видно. Здесь тоже листик такой, как тряпочка, и гроздочка такая вот она. Более обвисает. Хотя, конечно, все оптимистичнее, чем было вчера. Теперь, в чем причина? Значит, смотрите, виноград вообще очень интересное растение. Если у нас проблема с одной какой-то стороной. Вот сейчас я покажу вторую сторону. Смотрите, да, здесь еще вообще все шикарно. Все красиво. Почему такая разница в побегах? Здесь их осталось вот только три, а дальше отмерзло. Но не в этом суть, значит. Если проблема, увядание идет вот справа, значит проблема с корнями слева. Вот здесь, вчера я проливала. И что оказалось? Ну, сейчас за счет того, что пролито, хотя вот видно, что палка легко втыкается. За счет того, что пролито, оно более как бы так плотненько. А вчера, грубо говоря, получилось, что это все, вот часть корневой с этой стороны, она висела. Кстати, вот смотрите, вот сейчас будет видно, вот здесь вот такие вот наружки. Вот так получается, что все вот так вот висит. Вот здесь вот, видите? Видите, что происходит дальше? Вот там тоже, видите, все, все висит в воздухе. Если бы это куст был взрослый, ему бы это было не так страшно. Но куст молодой, кусту третий год, еще не настолько классно сформирована корневая, чтобы вот иметь возможность все прокачивать. Тем более, было сухо, день жаркий, у нас дождей недели три, а то и четыре вообще, вообще никак. Поэтому сухо, жарко. И вот получается, что корешки, они подвисли, и здесь всего этого очень много. И это не крот. Это жабки. Возможно, крот ходил изначально, да, вот он там что-то немножко подрыл, а потом туда залезли жабы. И вот эти земляные жабы, они вот делают вот такое вот, что все фактически оказывается такое висящее. Вот там куча-куча свободного пространства. Начни поливать здесь воду, она прям так вот будет бурлеть, и все проваливается. К сожалению, так тоже бывает. И самый главный вопрос, что с этим делать? Понимаете, жаба, она как бы полезное животное. Она съедает очень много всяких вредных насекомых, но вот может создавать такие неприятности. То есть травить мы их точно не будем, но будем думать, читать, чего насыпать, чтобы им здесь не нравилось. Кстати, когда снимала ролик, вот на примере этого же куста, по формировке, то как раз таки было видно на кадре, что вот там вот дальше жабки ходят. Сейчас просто очень солнечно, ну и в солнечную погоду тоже они любят здесь ходить, и ходят стадами, реально стадами. И вот надо что-то думать, как-то их, ну не травить, но отваживать хотя бы от этих мест, чтобы они нам не портили виноград. Вон, смотрите, пошла виновница. Я хотела вам ее показать в норке, но пока сходила за камерой, она уже из нее вышла. Вот здесь вот у нее была норка. Вот, вот такое отверстие. Вот такое отверстие в земле. И еще вот такие вот жабки себе тут гнездятся, гуляют, ну а нам, к сожалению, неприятности. Вот от кого не ждали, так не ждали. Причем, смотрите, вот здесь я проливала, да, вот ямки эти. Вот, даже видно, вот оно. Начинаешь лить воду, там все пустое. Вот там дальше, вот, ямка. Вот здесь я с водой пролила, здесь ямка. Вот, нора. И тут их какой-то табун. Вот, смотрите, прошло уже несколько дней после того, как мы тут все очень хорошо пролили. Несколько раз я проливала и, ну, даже показывала постепенно, как вот это все приходило в норму. Вот. Здесь в траве. Вот. Виновница сидит. Ну, смотрите, да, вот по мерам борьбы я говорила, что, ну, как бы нехорошо с жабками бороться. Они нам полезны, они нам нужны на участке, они едят много насекомых. Поэтому мы решили вот просто поливы и я кофе сюда поливаю. Молотый. Ну, посмотрим, да. Пока, по крайней мере, вроде как все хорошо. Будем надеяться, что так будет и дальше. И вот даже поближе покажу. Вот на гроздочках было очень видно, прям гроздочки, вот они вниз висали. Сейчас все нормально. Хотя, хотя, ну, тут видно, что этот кустик несколько перегружен. Мы его пронормируем. Ну, и будем надеяться, что проблема ушла. То есть, видите, вот в чем может быть причина увядания. Конечно, не только в этом. Но, смотрите, если вы заметили, вот я показала, у нас было увядание вот снизу еще более-менее, да, там качалось что-то. А дальше уже все побеги вяли. Проверяйте, вот если проблема справа, проверяйте, что слева с корневой. Ну, у нас кусты молодые. По идее, если кусты были бы взрослые, то ничего не должно было бы произойти. Но стоит очень сухая погода. Поэтому, видите, ну вот так сложилось. Поэтому, если проблема здесь, проверяйте корни в первую очередь. Дальше кто-то может, ну, еще второй случай опишу. Мы с ним сталкивались несколько лет назад. Есть отдельное видео, я вам оставлю. Ну, так на всякий случай. Чтоб тоже вы знали, бывает в период созревания ягоды, вдруг тоже некоторые побеги, вот прям резко, вчера было все хорошо, сегодня приходите, побеги вянут. Да, такое тоже бывает. Это нарушение проводимости. Конечно, бывает грешат на всякие бактериальные заболевания, но чаще всего за всю нашу 13-летнюю практику мы два раза столкнулись с этим на разных кустах. И последний раз было года три назад этот же куст, на котором это было, прекрасно растет, и все с ним хорошо. Что говорит о том, что если бы там какие-то были бактериальные заболевания, то уже бы. И куст, наверное, ну или засох, либо проблема бы повторялась. Но вот она разово выскочила, и все. Так вот, нарушение проводимости плодовой стрелки, почему это происходит, перепады температуры зимой, да, вот эти скачки плюс-минус, и весной. То есть я предполагаю, что после вот нашей такой весны, когда две недели у нас стояли даже не заморозки, а морозы в мае, многие виноградари могут столкнуться с такой проблемой, когда вот начинают почему-то вот резко увядать. Ну, первое, конечно, на всякий случай пробуем, да, пролить, посмотреть, нет ли там проблем с корнями. Если нет, ну вот эти вялые, ничего не решаются поливом, значит, их просто удаляем. Просто такое бывает. Желаю, конечно, чтобы вы с этим не столкнулись, но предупреждаю, что есть, ничем не лечится, да, к сожалению. Против погоды мы ничего не сделаем и против ее влияния на наши кусты тоже. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!